Ребята, всем привет! Сан Саныч, вас рад приветствовать. Что-то в начале ролика начинаю тупить. Бывает у меня такое, я заикаюсь. Я думаю, вы это видели в прошлых роликах. Ну, я никогда не занимался своей дикцией, я не ходил ни на какие курсы. Ну, как могу, так и разговариваю. Вы уж меня простите за это. Ребята, тему сегодня такую выбрал. Все, наверное, знают, что в мужском движении прямо как апогей есть вот это выражение, что мужчина должен. Всех это злить постоянно, потому что считают все, что мужчина никому ничего абсолютно не должен. Я немножко с этим не согласен. Я сейчас хотел бы прямо накидал себе 5 пунктов, что мужчина должен. Пускай назовут это меня эгоистом, пускай этот ролик будет верхом эгоизма, но мужчина должен только, ребята, себе. Это мое мнение. То есть, в первую очередь, он должен только делать что-то для себя. И вообще, что все, что он делает, он должен делать в первую очередь для себя. А потом уже там кому-нибудь, там, может быть, кто зашел в это рабство жене, там, может быть, детям. Да и то это все оспоримо. Вот уж ни в коем случае, конечно, государство, он не должен, ни в обществу, тем более. То есть, это все бред, это все выдуманные вот эти догмы, это, ребята, это все хрень. Вот, ладно, не буду я затягивать, начну. Начну сначала с нематериальных аспектов, чем мужчина должен. Вот. Первым пунктом, как бы это банально не звучало, я, ребята, обозначил это здоровье. Кто не терял, ребята, здоровье, конечно, может быть, меня не поймет, но у меня были проблемы со здоровьем. Прям такие, ну, не то, что прям серьезные, но тем не менее, очень неприятные. То есть, они длились полтора года почти, почти. Загнал я себя в эти проблемы сам своими тупыми, вредными привычками, потому что вот я в прошлом ролике, там, я записывал ролик, что не нужно пить, не курить. Вот. Загнал себя, было мне там и давление скакало, и вот там немножко лишнего веса набрал. То есть, ну, это все оно способствовало, там, вот, может, кто знает, ВСД есть такая болезнь, вегетососудистая дистония. Вот. Ну, это у меня оно все накопилось, там, депрессняк жутейший просто был. Мне вообще ничего абсолютно не хотелось. То есть, кто через такие моменты проходит, он понимает, о чем я говорю. Ребята, сколько бы вам не было сейчас лет, какое бы у вас не было сейчас состояние здоровья, следите за ним. Бросайте свои вредные привычки, оно ни к чему хорошему не приводит абсолютно. Поверьте мне, я через это все прошел, и поэтому я никому не советую какие-то иметь вредные привычки. Кроме того, бросайте работу, где вы получаете какой-нибудь там излишний стресс, какие-то нервы там у вас. И вообще, бросайте то дело, которым вы занимаетесь, которое доставляет вам много стрессов и нервов. Потому что нервы тоже очень сильно выводят здоровье из состояния нормального. То есть, дисбаланс создают ему. Вот. И вообще, старайтесь не работать на каких-то вредных производствах. То есть, берегите свое, нормально питайтесь. То есть, не совсем там до фанатизма, что доходило там, я не знаю, там, строгач вообще. Ну, хотя бы более-менее, там, поменьше чего-нибудь каких-то там фастфудов, жирного, ну и тому подобное. Вот. Я, конечно, да, я повторю, что, возможно, те, у кого здоровье нормальное, то есть, было все время, то есть, меня не поймут. Но, ребята, лучше вы этого не понимаете. Не теряйте свое здоровье, чтобы меня не понять в этом случае. Вот так скажу. Вот. Второй момент. Научитесь любить, уважать и ценить себя. Себя, только себя любимого и больше никого, ребята. То есть, все, все потом. То есть, все, все всегда должно быть для себя. Пускай вас называют эгоизмом. Принимайте это как комплимент, ребята. Я, допустим, когда меня называют эгоизмом, то, да, ты там эгоизм, ты нарцисс. Да, не, ну я нарциссом себя не считаю, а эгоистом, да, в полной мере. У меня нормальный мужской здоровый эгоизм. А почему бы и нет? Я люблю себя, я уважаю себя, ценю я себя. Ну, и это прекрасно, это нормально. То есть, я, в первую очередь, думаю о себе. А почему? А если я не подумаю о себе, никто обо мне думать не будет. Поверьте, никто не жена ваша, а не дети. Хотя, может быть, они делают вид, что они о вас думают. Нет, это все хрень. Даже если они это и делают, ребята, они делают это для того, чтобы вы подольше пожили и даже не пожили, а подольше поработали, чтобы их обеспечивать, деньги им приносить, либо же дома что-то делать. Ну, в общем, лошадь, обычная лошадь. Поэтому, ребята, научитесь любить себя, ценить себя и уважать себя. Почаще себя балуйте подарками с нормальными мужскими. Почаще меняйте машины и так далее. То есть, делайте все в первую очередь для себя. Я думаю, это все понятно. Третий пункт, интересно такой, это не нужно никогда унывать. Хотя бы старайтесь никогда не унывать. Потому что, ребята, если мужчина, да и вообще человек, просто начинает унывать, у него начинают все, ребята, валиться из рук просто. Там будет не ладиться, здесь будет не ладиться, на работе будет не ладиться, да везде будет все не ладиться. Ну, просто бывает, я не знаю, у кого-то с наступлением осени, возможно, какое-то уныние настаёт, у кого-то там после череды каких-то неудач, допустим, там в бизнесе, в работе, там еще где-нибудь, кому-то бабы бросают, у кого-то депрессия начинают. Ну, стараться нужно, конечно. Это сложно, ребята. Я тоже через это проходил. У меня был мелкий бизнес, он начал рушиться. То есть, в конце концов, я просто закрылся. У меня магазин небольшой был. Да, была депрессия, было неприятно это все. Вложены были деньги. Процентов 70 этих денег, они просто сгорели. То есть, я прогорел, там какую-то часть я успел выдернуть, но особо ничего не осталось. Была депрессия, было уныние. И вот, когда ты начинаешь унывать, у тебя эти неудачи начинают как бы чередуить. То есть, ты находишься в унынии, одна неудача, вторая, третья, и ты все вниз, вниз, вниз. И в конце просто страшная депрессия. И ты уже практически без медикаментов каких-то не можешь без этого справиться. То есть, какие-нибудь там глицины, там еще что-нибудь, там, это такие легкие, там успокоительные разные. То есть, ты уже начинаешь садиться на какие-то препараты, там, я не знаю, чтобы поднять себе настроение. Мне бы вообще просто жить день ото дня. Вот. Так что, старайтесь даже при каких-то там ваших неудачах, старайтесь не унывать. То есть, все в жизни относительно. Жизнь черно-белая, то есть, меняются черные-белые полости. Все наладится в любом случае. Вот. Поэтому, ребята, такие вот дела. Ну, теперь перейдем к материальным ценностям. Ребята, мужчина должен иметь жилье. Я считаю это, я и раньше так считал, и сейчас считаю еще больше. Когда у меня жилье уже есть, и я вспоминал то время, когда у меня его не было, как мне хреново, ребята, жилось. Когда, вот именно когда у тебя вот такая вот депрессия, там вот эти вот неудачи все идут. Ну, это в любом случае у любого человека бывают такие моменты, когда тебе, ну, не то, что жить не хочется, а просто, ну, просто хочется, вот знаете, вот где-то закуплиться, я не знаю, просто там вот в одеяло где-нибудь в доме своем, в спальне своей, там включить что-нибудь на ноутбуке, там какой-то фильм, да, и просто ничего не делать, никуда не идти, никуда не ходить просто, да. И моменты, когда, допустим, у тебя жилья своего нет, у тебя щемят там со съемной квартиры, ну, бывают такие моменты тоже, да, и ты не знаешь, что тебе делать, да, допустим. Вот, либо же у тебя денег. У меня моменты были, когда я снимал квартиру, я в Саранске жил, и это как раз тот момент, когда я с магазина прогорелся своим, вот, денег не было, а нужно было платить за квартиру. Я и так на месяц уже перепросился, там, ну, чтобы месяц прошел, я второй уже месяц прошел, то есть я не прошел, а пошел, и, то есть я уже был по факту за два месяца должен, там, почти 20 тысяч. У меня их не было, у меня пятерка была в кармане, и что делать, я ни хрена не знал, блин. Вот, поэтому даже не важно, где оно будет, это жилье, там, то есть оно будет там в престижном районе, лишь бы какое-то оно было, пускай какой-то там старенький частный дом, либо какая-то там квартира-одушка, даже комната в общежитии, ну, пускай она будет ваша, то есть куда вы можете, как в свою берлогу, знаете, медведь там или волк там пошатался где-то по лесу, вернулся, упал, и никому ни хрена не должен, блин. Вот, и сидит там, блин, зализывает свои раны, вот, ну, а человек, допустим, там, отходит от депрессии, там, все это переживает, то есть можно и месяц так лежать, можно и неделю так лежать, ну, бывают такие моменты, вот, вот, и денег нету, работы нету, допустим, да, взять на деньги где-то заработать, чтобы заплатить за съемную квартиру, у вас нету, не будет, вот, а со своего дома вас никто не выгонит никогда, вот, ну, и вообще приятно осознавать, что есть у вас недвижимость, что вы, ну, можно сказать, что вы, я сказал, я бы выразился бы так, люди, у которых есть своя недвижимость, то есть свое жилье какое-то, и люди счастливые уже по факту, то есть уже по автомату, то есть жизнь уже в какой-то степени удалась, потому что, ребята, столько много людей, которые не имеют своей недвижимости, я знаю таких людей очень много, и они тыкаются, мыкаются по этим съемкам, по этим общагам, блин, и счастья у них нету вообще нифига, ну, как оно есть, но, тем не менее, вот это не постоянно с этими баулами, ведь эти постоянные переезды, там их выгнали, там не устроило что-то, там соседи шумны, там еще что-то, ну, в общем, такие дела. Так, ну, и еще один материальный пункт такой, это, ребята, нужно иметь свою машину, ну, и автоматом права водительские, вот, это я вполне соглашусь, я не знаю, не помню, кто сказал такое выражение, что машина это не роскошь, машина это средство передвижения, это совершенно правильно, вот, а отбросим там всякие понты, там, чем круче машина, тем лучше, там еще что-то, нет, ребята, для меня, допустим, мобильность очень-очень важна, она, у меня у самого машина девятка, то есть, я хочу ее скоро менять на иномарочку такую бюджетную, но, тем не менее, вот, я уже третий, почти третий год я езжу на девятке, она старенькая, то есть, да, даже не в отличном состоянии, но сама, сама-то функция, которую она исполняет, она меня вполне устраивает, я от нее много не требую, то есть, она мне довозит с точки А в точку Б, то есть, то, что мне нужно, я на ней езжу на работу, там, путешествую немножко на ней, как позволяет время, деньги, вот, и, ребята, я считаю, что машина – это свобода в какой-то степени, потому что пешком, конечно, тоже ходить хорошо, полезно, но, тем не менее, допустим, вот я на ту же рыбалку я люблю ездить, просто там в лес за грибами, то есть, далеко пешком ты не уйдешь, допустим, ну, там, ну, 5, ну, 10 километров ты отмахаешь, ну, и все, а, допустим, там уже за 100, за 100, за 150 километров ты не пойдешь пешком, естественно, то есть, можно, даже если у вас нет, там, возможности, средств путешествовать на какие-то дальние расстояния, хотя бы какие-то, там, более-менее ближние те же расстояния, то есть, там, 100, 200, 300 километров, приехать на какой-то простенькой машине вообще проще простого, и от этого у вас будет расширяться кругозор, у вас будет развиваться интеллект, ум, ну, все прекрасно знают, что на природе, то есть, что-то с человеком происходит такое, что у него как-то развивается мышление, я не знаю, почему у меня так, вот, на той же рыбалке, это какой-то отдых душевный, это расслабление, вот эти вот все эмоции плохие уходят, для меня вот постоянно так бывало, я думаю, у всех это так одинаково, вот, ну, и, естественно, права, то есть, от этого никуда не денешься, хотелось бы, конечно, без прав ездить, чтобы их не забирали, вот, ну, так, хоть они у нас и покупаются, как сказать, так за сало, да, ну, большинство людей, людей, не будем уж кривить душой, они их покупают, права, то есть, большинство людей, то есть, даже если они идут сдавать в ГАИ, то есть, там, экзамены эти сдают, то есть, без того, чтобы закинуть, там, не буду говорить, там, чего, чтобы контору, то есть, не палить, потому что, ну, все прекрасно знают, о чем я, то есть, ты не сдашь, без того, чтобы, там, чего-то не закинуть, там, специально просто валят на этих экзаменах, вот, такие вот дела, это пять уже пунктов я назвал, ну, и шестой, самый банальный пункт, это деньги, то есть, мужчина иметь должен деньги, ребята, всегда, то есть, и, ребят, не просто деньги, а именно в запас деньги, чтобы у вас были, там, ну, я не знаю, там, заначка, как ее называть, там, либо же бюджет ваш, как-то так, потому что все эти пункты хорошо, там, жилье, машина, там, и так далее, вот, но это все нужно, ребята, обслуживать, машину нужно обслуживать, на нее очень, даже на простую, на простую машину нужно очень много денег, вот, у меня сейчас она, что-то, год ездила, сейчас, последние полгода она посыпалась, блин, ходовку все перебрал, там, на весной, там, ну, я не знаю, она что-то сыплется, прям, каждый день, и что-то я уже, наверное, за последние, последние полгода туда вкинул, нормально, так, на ее же стоимости вкинул, но сейчас уже более-менее нормально она ездит, то есть я ее до ума довел, но, тем не менее, все равно насыпется, вот, и поэтому деньги, то есть ни в какое вы путешествие не поедете без денег, даже какой-то самый простенький, там, даже с палаткой, то есть вам нужно какой-то запас провианта, вам нужно бензин, топливо, там, и тому подобное, вот. Деньги всегда нужны, и здесь они нужны даже больше, чем для того, чтобы семью свою обеспечивать, то есть семья, ну, ну, у кого она есть семья, допустим, ее можно обеспечивать по минимуму, вот, а для себя мужчина должен оставлять самое лучшее, то есть для него у него всегда должны быть деньги, запас, то же самое здоровье какое-то там порушилось у него, то есть потому что наши мужчины обычно здоровый образ не ведут, и моменты, когда у него косится здоровье просто сплошь и рядом, потому что, то есть, да, ребята, на те же таблетки нужно иметь свой какой-то запас, и запас такой хороший, чтобы, ну, не 10, не 20 тысяч, а, то есть от 100 и начиная выше, потому что вы видите курс инфляции, то есть деньги, они, если лежат, они обесцениваются, вот, и то, что было, допустим, 5 лет назад, уже совсем не то, что есть сейчас. Вот, ребята, такие вот мысли, я думаю, они были полезны, я думаю, они правильные, потому что актуальна на самом деле тема, то есть все говорят, что мужчина не должен, а я говорю, что мужчина должен, но только для себя. Вот, ребята, такие вот дела, но буду заканчивать, я, наверное, подписывайтесь на канал, ставьте, нажимайте колокольчик, чтобы вам приходили уведомления, пишите в комментариях ваши отзывы о видео, либо же пишите мне в личку ВКонтакте, если у вас есть какой-то личный вопрос, я чем смогу, помогу, всегда буду рад помочь. Ну, все, ребята, всем пока, всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok